Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотографюрах. Перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа издательства 1904 года. Себастьяна Дель Пиомба. Иницианская школа Святая Доротея. В сборнике гравюр с выдающихся картин в Англии, изданном в 1779 году Байделем, воспринимана картина Святая Доротея, находившаяся в галерее герцога Мальборо в Лингеме и считавшаяся написана Рафаэлем. Лет 20 тому назад она была приобретена из галереи для Берлинского музея. Уж не как творение великого Урбинца, а как превосходная картина Себастьяна Дель Пиомба. Художника, не уступающая ему, если не во всем, то по крайней мере в чисто живописных качествах. В Лингеме она слыла портретом возлюбленной Рафаэля Фарнарины. Но с того времени, как признали, что картина эта принадлежит не ему, название ее изменилось. Изображенная в ней молодая женщина не имеет ничего общего со знаменитой дочерью булочника, наружность которого известна по ее портретам в галереях Браберини, Пяти и Старогургского музея, кроме красивой благородной формы и костюм римлянок. Как Святую Доротею художник охарактеризовал ее только корзинкой с плодами, на которой покоится ее левая рука. Вообще же картина считают портретом красавицы-итальянки, имя которой Доротея, выставленные на упомянутой картине. Такие идеалистические женские портреты начал писать Джорджоне. Их вышло много из-под кисти Тициана в раннюю пору его деятельности и в особенности из-под кисти пальмы. Себастьяна Дель Пиомбо вел их в моду в Риме, когда в 1511 году переселился туда из Венеции. Сильные блестящие краски, тонкая гармония тонов, полные настроения ландшафтные дальние планы в подобных картинах Себастьяна производили на римлян большое впечатление. Сам Рафаэль не мог не поддаться этому впечатлению, и нелюдимый Микеланджело, ценя необычную даровитость молодого венецианца, подружился с ним. В величавых формах этого чудного произведения уже сказывается влияние мощного флорентийца. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров в художественной репродукции в фотографиях Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok